Ола амигос, на связи Матвей. Насколько вы должны знать, у моего канала есть своя группа поддержки для тех игроков, у которых возникла проблема с мобильным фортнайтом. И ежедневно мы получаем более 100 сообщений. Но всегда перед тем, как помочь кому-то с его проблемой, мы интересуемся, на каком девайсе у него возникла данная проблема. В связи с этим, активно помогая игрокам уже более полугода, я готов составить список самых популярных телефонов, на которых играют в мобильный фортнайт. Данный рейтинг я составил самостоятельно, анализируя сообщения, которые нам пишут игроки. Так что сегодня в этом видео я хочу вам рассказать про 5 самых популярных телефонов, на которых играют в фортнайт мобайл. И помимо этого, также дам этим телефонам свою оценку, опираясь на их производительность и другие показатели, влияющие на нашу игру. Слушай внимательно, скорее всего, твой телефон тоже есть в этом списке. Ну а пока мы не начали, хочу обратиться к тебе, мой дорогой зритель. Если ты впервые у меня на канале, и если ты так же, как и я, играешь в мобильный фортнайт, то обязательно оформи подписку. Тут ты сможешь найти единственный и самый лучший контент по мобильному фортнайту во всем СНГ. Ну а если ты уже подписался, то не забывай, что лучшая поддержка меня это мой тег-авторомотивкар в твоем ежедневном магазине фортнайт. Смело води и покупай исключительно с ним. Также ты можешь делать скрины в своих покупках с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВКонтакте, ну или в специальный канал нашего дискорд-сервера. Ссылку на это все ты найдешь в описании. Таким образом, ты сможешь попасть в ролик, как и следующие ребята, в конце видео. Также теперь я читаю именно трех пользователей, которые первые оставили комментарии под последним видео на нашем канале. На этот раз огромное спасибо Джею Джонсу, Мистеру Инфиниту и Исламу Кудратову. Очень рад, что смотрите мои видео первыми. Надеюсь, вы меня поняли и теперь я готов вам рассказать про самые популярные телефоны, на которых играют в фортнайт мобайл в 2021 году. Хочу начать данный рейтинг, думаю, самого популярного телефона от компании Samsung, который я когда-либо встречал у наших игроков. А именно, я имею в виду телефон под названием Galaxy A50. В принципе, с виду телефон неплохой, имеет четыре камеры, из которых одна фронтальная. Выглядит неплохо и стоит чуть меньше 13 тысяч рублей. Думаю, если у вас урезанный бюджет, а вам нужен нормальный смартфон, Galaxy A50 – великолепный выбор. Такой телефон великолепно подойдет для покупки вашей бабушки, ну или какому-нибудь маленькому школьнику с первого по четвертый класс, но никак не мобильному игроку в фортнайт. Да, этот телефон себя показывает очень плохо в плане производительности, фортнайт постоянно лагает, даже если устроить 60 фпс, я думаю, вы 60 фпс можете увидеть только, когда будете смотреть в пол. Если вы обладатель данного смартфона и хотите нормально играть в мобильный фортнайт, то я вам крайне рекомендую задуматься насчет его апгрейда. Например, рекомендую не менее популярный телефон среди мобильных фортнайтеров, а именно Galaxy A51. Телефон из той же серии, просто на модель выше. Он и выглядит намного презентабельнее, и по производительности у фортнайте у него никаких проблем нет, ну и стоит он, конечно, чуть дороже – 19 тысяч рублей в среднем. Опять же, официальной поддержки 60 кадров в секунду на A51 нет, но вы с легкостью можете установить себе 60 фпс через АПК и будете иметь в среднем 45 фпс. Думаю, это неплохо. Следующий телефон, который я хочу упомянуть в нашем рейтинге, тоже является одним из самых популярных среди игроков фортнайт мобайл, а именно я имею ввиду девайс Xiaomi Redmi 8. Про этот телефон я вообще ничего против не имею, он великолепен, фортнайте себя показывает достаточно хорошо, учитывая его стоимость, а именно 11 тысяч рублей, если смотреть на Яндекс.Маркете. Выглядит, ну, плюс-минус презентабельно, официально поддерживает в фортнайте всего лишь 30 фпс, но если установить АПК на 60 фпс, то в катке в среднем у вас будет 45 фпс. Телефон бомба, за какие-то деньги с такой-то производительностью советую брать, но опять же, если у вас есть бюджеты побольше, задумайтесь над более дорогим вариантом. К примеру, могу предложить такой вариант, как Xiaomi Redmi Note 8 Pro, стоит он чуть меньше 19 тысяч рублей и показывает себя в фортнайте, думаю, великолепно. До сих пор не понимаю, почему там нет официальной поддержки 60 кадров в секунду. Емкость его аккумулятора аж целых 4500 мАч, а количество ядер в его процессоре достигает 8. Ребят, это вот вам полноценный компьютер, который в фортнайте, я не знаю, должен 240 фпс спокойно на ультрах тянуть. Но опять же, к сожалению, официально в фортнайте там доступно всего лишь максимум 30 фпс, но через АПК сможете установить себе 60 и они будут практически стабильными. Также хочу упомянуть еще один очень популярный смартфон среди игроков в фортнайт мобайл, который тоже производится компанией Xiaomi, под названием Redmi Note 6 Pro. Ну, в принципе, что я могу сказать касательно этого смартфона? Выглядит он отвратительно, что-то наподобие iPhone X, но из алюминия, да и вообще выглядит с виду, как будто это просто кусок пластмассы. Да, стоит этот телефон дешево, но при этом он себя ужасно проявляет с точки зрения производительности нашей игры. Короче, не хочу повторяться, такая же история, как и с Galaxy A50. Если вы обладатель смартфона Redmi Note 6 Pro, то крайне рекомендую вам задуматься насчет его апгрейда на какой-то более свежий телефон. Ну и теперь, перед тем, как перейти к самому популярному и лучшему смартфону на базе Android среди игроков в фортнайт мобайл, также хочу упомянуть несколько телефонов, которые достойны вашего внимания. До недавнего времени самым популярным смартфоном для игры в фортнайт являлся iPhone XR. Ну, я думаю, вы знаете, по какой причине я его помещаю на экстра место. После него, кстати, шел потом iPhone 11. Думаю, какие-то комментарии здесь излишние, все прекрасно понимают, почему эти смартфоны были так популярны среди игроков. Ну, во-первых, это априори самый популярный смартфон на российском рынке. Во-вторых, там официальная поддержка 60 кадров в секунду в нашей игре, что на XR, что на 11-м iPhone. Телефоны великолепные, сам бы с удовольствием именно на них играл, но, к сожалению, из-за этого какого-то клоунского суда между Apple и Epic Games мы этого сделать не можем. Так, ну и после нашего экстра места я готов вам представить самый популярный смартфон на базе Android и один из самых лучших для игры в фортнайт, который любят все мобильные игроки, которые, скорее всего, есть именно у вас. В общем, это Xiaomi Redmi Note 9. Этот телефон сейчас можно купить за 15 тысяч рублей, но, опять же, выглядит он на все 60. Этот вырез для фронтальной камеры на его экране и внешняя панель выглядит как дорогой Samsung. Но этот телефон радует не только внешним видом, он также очень хорошо себя показывает в фортнайте. Да, официально доступно всего лишь 30 фпс, но через АПК получается реально стабильный 60 фпс, как будто ты играешь на Honor 20 View. Если ты обладатель Xiaomi Redmi Note 9, то я тебя поздравляю, великолепный выбор, ну а другим я тоже могу порекомендовать данный смартфон, но он очень хороший. Цена, внешний вид, характеристики, думаю, это золотая середина. Ну а пока что у меня для вас это все, обязательно ставьте лайк, если это видео вам было интересно. Также обязательно напишите в комментариях, назвал ли я именно ваш смартфон в этом видео. Если да, то поподробнее расскажите, как игра идет у вас на телефоне, будет интересно узнать все подробности от обих пользователей. Ну а пока, по традиции, с вами как всегда был Матвей, аста луэго.